здравствуйте путин решил подкупить пенсионеров прям на встрече с активом единой россии путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч одноразово а военным аж 15 тысяч это во время избирательной кампании в которой эта партия участвует как бы на равных с другими думаю будет справедливым осуществить и на единовременную выплату на военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тысяч рублей это должно касаться всех должно касаться всех военнослужащих предлагаю дополнительно выплатить для пенсионеров в этом году тоже осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей что-то не припоминаю чтобы на встрече с кпрф или там коммунистами россии выступал даже не президент а просто кто-то из высшего руководства страны это не говоря о том чтобы что-то такое пообещать хотя смысл тут прозрачный таких денег вот просто из карман не вытащить даже президентского значит надо брать из бюджета а кто у нас голосует за любой бюджет как не единая россия то есть проголосуй за президентскую партию получи лакомство как собачка они проголосуешь придут коммунисты и отберут конфетку и вот что интересно вот суд кто-нибудь из оппозиционных партий подавать будет владимир путин заявил деды воевали что в двадцать первом году единороссы заняли ключевые места в госдуме какой-то феномен сегодняшнего дня у нас так называемый бессмертный полк но это же не полк это только название это река это человеческая река река памяти гордости благодарности нашим предкам за то что они для нас сделали и надежды на лучшее и чтобы эта надежда была реализована нужно чтобы будущий состав государственной думы и ее ядро единая россия эффективно работали тут и комментировать особо нечего разве что благодарность за то что было сделано до сих пор повышение пенсионного возраста людоедскую реформу здравоохранения даже боязно подумать каких еще высот они планируют достигнуть введение крепостного права лишение всех гражданских прав судя по нашим новым друзьям из пока еще запрещенного движения талибан ничего недостижимого для них нет королева засудит своего внука судебное разбирательство в отношении принца гарри его супруги меган маркл приказала спланировать королеву великобритании elizaveta 2 об этом 22 августа сообщает таблоид the sun предметом для изучения станут мемуары принца гарри который готовится к изданию в двадцать втором году кроме того юристы планируют связаться с издательством пингвин рандом хаос случае если в книге будут содержаться обвинения в чей-то адрес то они будут проверены на клевету и на нарушение прав неприкосновенности частной жизни вообще-то для мемуаров принц гарри несколько молод хотя жизнь офицера афганской афганца королевских кровей наверняка интересна особенно в момент когда интернациональный долг оказался грандиозно провален но похоже королева волнует не фронтовые записки майора виндзора а то что касается отношений внутри королевской семьи именно это гарантирует книги коммерческий успех том числе и в россии хотя наша страна уже больше сто лет как республика и кстати в чем-то благодаря и британскому королевскому дому именно король георг кузен нашего николая второго и как две капли воды на него похожий отказал семье гражданина романова в убежище благодаря чему расстрельная команда товарища ерунского навсегда покончила с царскими кровями в россии слава богу нет у нас больше царей и князьев так что же мы за неимением своих так живо интересуемся жизнью чужих вера шихова мать искалеченного прокопьевского шахтера снова вернулась в москву и снова выходят на московские пикеты в защиту социальных прав это уже шестое лето веры шиховой в москве 11 лета молодого травмированного шахтера выброшенного после аварии на материнскую пенсию в 11 тысяч александр шихов пострадал во время аварии на шахте зиминка города прокопьевска в августе десятого года когда ему было 23 года сейчас 34 он получил 7 переломов в грудном отделе позвоночника черепно-мозговую травму инсульт разрыв связок с обеих сторон левого коленного сустава развилась травматическое заболевание головного мозга но медико-социальная экспертиза прокопьевска отрицала взаимосвязь полученных шиховым травм с аварии на шахте начиная с семнадцатого года шихову и вовсе было отказано в праве проведения медико-социальной экспертизы отказано уже пять раз подряд бессрочный пикет который вера шихова держит в столице с лета тринадцатого года добиваясь защиты прав для своего сына прерывался несколько раз сначала в декабре тринадцатого когда шихова получила гарантии от прокопьевских чиновников как оказалось наполовину напрасных вопрос-то по жилью был решен а по сыну заблокирован потом в июле четырнадцатого когда шихову через две недели московских пикетах в наручниках этапировали прямо в прокопьевский суд предъявив ее обвинение в клевете на председателя прокопьевской медико-социальной экспертизы вот той самой что настаивала на восьмидесятих процентах трудоспособности для шахтера-инвалида в июле пятнадцатого шихова снова вернулась в москву на этот раз разместившись с вахтой протеста у останкина поближе к прессе за информационной поддержкой этот пикет у останкина на скамейке под пленкой и в том числе и в двадцати градусные морозы продолжался в течение одного года и трех месяцев 21 августа текущего года вера шихова вышла на новый пикет к администрации президента казахстан накрыла волна забастовок все началось с нефтяников жена зена после на акцию протеста вышли чемкентские железнодорожники сейчас забастовки устраиваются в разных городах страны и хотя по количеству участников они различные требования у них всех одни улучшение условий труда повышение зарплаты поставить точку в решении трудовых конфликтов должны были профессиональные союзы считает лидер социалистического сопротивления казахстана айнур курманов находясь сейчас в эмиграции проблема заключается в том что на территории казахстана не осталось сильных профсоюзов как и прав рабочих не осталось тоже скажем рабочие мунай спецнаб компании не имеют трудовых договоров из-за чего не могут доказать свою правоту в суде именно этот факт вынудил их выйти на завастовку и привлечь внимание общественности для россии трудовые конфликты тоже конечно не редкость но как и в казахстане роль наших профсоюзов оставляет желать лучшего они фактически встроены в систему власти и не столько решают проблемы трудящихся сколько пытаются помочь властям решать все вопросы мирно и тихо эджизм при приеме на работу 18,9 процента всех отказов в собеседовании были из-за возраста как рассказал руководитель клуба работодателей и чар мнения андрей попов сайты по поиску работы предоставляют работодателям возможность устанавливать отсекающий фактор приводит к тому что каждый кандидат указавший у себя возраст например 50 лет будет автоматически системой отправлен в отказ 45 плюс у нас уже считается неликвидным возрастом и это в стране с плохой демографической ситуацией острой нехваткой профессионалов в любой отрасли и повышением пенсионного возраста президент эстонии керсти кальюлайт и председатель сената парламента чехии милош выстрочил посетили кпп чингар на границе с крымом сообщил постоянный представитель президента украины в автономной республики крым антон кореневич это такой представитель у которого несомненно есть бинокль и он может рассматривать крым с чингара до цитирую самый высокий уровень внимания наших международных партнеров к вопросу деоккупации реинтеграции крыма уже завтра в киеве состоится учредительный саммит крымской платформы это он написал себя там фейсбук ну да уровень высокий президент бывшей советской республики с постоянно сокращающимся населением и глава одной из палат парламента страны получившийся после раздела и без того не очень большой чехословакии вот чё керсти туда поперлась такая же в общем приятная дамочка великая эстония что проблемы с эстонская или будучи уже не в силах содержать все еще многочисленное население президент эстонии хочет спровоцировать оккупацию чтобы переложить вопрос про корма граждан на россию какие проблемы у чехии вообще непонятно с юга осколок австро-вендрии в которую чехия входила несколько столетий с севера германия оккупировав чехию в середине двадцатого века а причем тут россия а ну да русские положили чуть ли не миллион солдат чтобы вернуть чехам независимость этого простить невозможно когда-то на самой административной границе крыма стояла неплохая чебуречная лид на нее вот на залив и низкий такой поросший колючей травой крымский берег теперь говорят чебуречную закрыли исчезли проезжающие вот все чего удалось добиться еще рыбный рынок заглох ну по той же причине а кому сейчас нужны эстонские шпроты и знаменитый когда-то ликер старый таллин где продукция кренгольмской мануфактуры есть еще таллинский морской порт но его мощности изрядно сократились после открытия терминалов в луге оно вот того стоило даже брошенных хозяевами украинских солдат из афганистана придется вывозить российским бортом а куда авиационного сообщения у москвы с киевом нету больше так что от кубинки автостопом а может вместо верните крым начать вопить верните наших солдат да в общем немало украинских областей согласились бы что вы их тоже оккупировали построили дороги мосты дали людям работу и зарплату украина протокольно оскорбила германию немецкие журналисты удивились как скромно в киеве встретили канцлера германии ангелу меркель на кадрах из аэропорта видно что прилетевшего немецкого политика встречали всего несколько человек среди которых не было первых лиц украины не было даже мэра киева виталия кличко хотя он и планировал приехать ранее кличко сообщил что охрана не пропустила его встречать канцлера в аэропорту борисполь хотя он должен был участвовать в церемонии как мэр столицы такие протокольные кунштюки никогда не бывают случайностью есть твердый протокол согласно которому главу государства встречает в аэропорту глава принимающей страны если считать себя равным ну либо министр иностранных дел если главе великой державы прибывает президент попроще но тут на украину приехала глава германии видимо это должно было означать унижение германии но разве вы чувствуете себя униженным если там бродячая собачка описала колесо вашей машины но если честно то я вообще не очень понимаю зачем канцлеру германии вообще ездить киев у них там безвиз если надо чего выпросить то пусть ездят сами туристическим автобусом конечно так дешевле и только что у меня отказались принимать иск в хорошовском суде вот ток-ток звонил юрист сергей бочаров который планировал подать иск о незаконном снятии меня с выборов в муниципалитет щукина они тут то было канцелярия суда закрыта по случаю пандемии приставы говорят посылайте исковое заявление по почте по почте ну хорошо хоть не подсуньте под дверь а как же закон который требует рассматривать такие дела в течение трех дней почта у нас так быстро не работает дай бог чтобы за неделю управились с одной доставкой если не потеряют вообще председатель суда вместе с помощницей в отпуске отдыхают обращаться больше некому посылаем по почте до выборов 24 дня агитации никакой провести уже не получится не успеваю даже если суд и вернет мне отобранные избирательные права если все пройдет через апелляцию в москву суд то на выборы в обсе времени не останется очень удобная у нас пандемия оказалась в кабак можно обсуд нельзя интересно обсудить присутствовать и можно или только по почте